Вадим Ищейкин – патриарх гиревого спорта. В свои 58 лет он одерживает 4 мировых рекорда в гиревом спорте. Неофициальных рекордов у него больше сотни. Спортсмены и зрители называют его сильнейшим в мире атлетом в старинных гиревых подъемах. Его главное увлечение – подъемы тяжелых и сверхтяжелых гирь, в чем мы убедимся позже в этом видео. Вадим живет в Подмосковье. Этот выпуск мы снимали еще в ноябре прошлого года. Хозяин покажет нам свой участок, где он тренируется в теплое время года, домашний зал, огромную, действительно уникальную коллекцию гирь и других снарядов и, конечно, продемонстрирует свою мощь, при том, что сам, напомню, уже скоро разменяет седьмой десяток и принципиально никогда не принимал фармакологию или спортивные добавки. Это не просто выпуск об особом герое. Это настоящий экскурс в историю тренировок и развития силы, когда это было не на показании для заработка, а ради процесса и результата как такового. Всем привет! Тайм-коды для вашего удобства я, как всегда, оставлю в описании под этим видео и прошу каждого из вас после просмотра поддержать это видео лайком и комментарием, для того, чтобы как можно больше людей зарядились жизненной энергией и опытом Вадима Ищейкина. Также я напомню о выгодных предложениях на сайте моих партнеров британского бренда спортивного питания и одежды MyProtein. Из интересных вариантов, например, 5HTP помогает повысить уровень серотонина, а значит, улучшит сонное настроение. Так что, если у вас за окном, скажем, не набережная Венес-Бич, а вид на упоительные красоты средней полосы, поддержать свое настроение всегда кстати. Или, например, ZMA, полезное сочетание цинка, магния и витамина В6, экстракт зеленого чая добавит бодрости без энергетиков и в ту же копилку мака, экстракт перуанского женьшеня. Все спортивные добавки, привычные и нестандартные, а также одежда, доступны для вас со скидкой 37% по коду GOB. Свой промокод и ссылку на сайт я оставлю в описании под видео. Мы находимся в Подмосковье, Истринский район, поселок Пионерский. Здесь вот мой дом, где я в настоящее время живу с 2014 года. И тренируетесь уже? И тренируетесь, соответственно, тоже здесь. Перетащил сюда все свои гири с квартир. И вот здесь мое основное тренировочное место. По гирям, насколько я понимаю, у вас тут целая коллекция, да? Да, у меня тут достаточно много гирь. Я их собирал продолжительное время и продолжаю собирать разные гири. Ну, коллекция, сложно сказать, тут скорее даже не коллекция, а я тренируюсь ими. То есть они у меня все практически рабочие, за исключением, редким исключением, они у меня все в работе. Вот площадка, моя спортивная площадка. Здесь я провожу большую часть времени, имею в виду тренировочное время. С наступлением холодов я гири и часть снарядов просто затаскиваю в помещение. Ну, если с этого мочать, это вот комплекс для лазания по шесту, подтягивания, лазить по лестнице, перекладина. Это вот один из тренировочных снарядов для развития щипкового хвата. Я с камнями занимался очень долгое время, наверное, с 1988 года, после того, как я закончил занятие лёгкой атлетикой. Занимался камнями, исключительно камнями. И только где-то с 2008 года постепенно стал подключать гири. А с этим я ещё продолжаю упражняться. Камни разного размера, разной формы. Считаю, что камни – это очень хороший снаряд для развития именно природной силы. Часть гири ещё осталась. Просто думаю, что с ними буду делать упражнение на хват, именно прогулку фермера, вокруг дома ходить с этими камнями. Поэтому часть гири я оставил. Парные две по 16, две по 24, две по 32, две по 37. Также несколько элементов оборудования «Стронгов». Это так называемый коромысло весом 170 кг, колодец весом 150 кг, брусья, гантель, гигантская гантель, так называемая «Стронговская» весом 110 кг. Я её пока оставил, но планирую тоже перенести под крышу. Это был мой самый-самый первый камень, знаковый. Он весит 68,5 кг. Когда я закончил занятие с лёгкой атлетикой, я мог его… Начал именно это с первого камня, который я притащил, собирал камни со всей округи. В то время я мог только в 87 году, мог только его взять в стойку и ни разу не мог пожать. А лёжа жал раз в 8, сейчас уже не помню. А в этом году я его пожал одной рукой и вертикальной позицией, то есть вот таким вот, держась за вот эту часть. Ну, а где-то лет 5 назад я его пожал на ладони. У меня лёгкая атлетика была силовая, скорость и силовой вид спорта – это метание копья, метание диска, толкание ядра. Одно из упражнений, которые тренер широко применял, это были как раз-таки упражнения с камнями. То есть, ну, в основном камни применял для развития так называемой взрывной силы, то есть делали разные броски. Был достаточно взрывной, скоростной, сильный для своего веса, тогда я весил 82, но, к сожалению, не хватало мне гибкости, координации, часто рвался. Я не мог на соревнованиях, учитывая, что метание копья – очень сложный координационный вид спорта, я не мог показать всё, на что я был способен по причине травм. Я перешёл именно на камни, поскольку камни, как я уже говорю, во-первых, эффективный снаряд, это, я думаю, был первый тренировочный снаряд вообще у людей. И вторая причина – это то, что тренер мне в своё время привил, так сказать, любовь к камням. Кстати, камни давно, с самой древности, с ними тренировались, даже в Олимпийском музее в Греции, в Афинах есть такой, так называемый, камень бибона. До сих пор непобитый рекорд, и на нём написано, на камнях, которые весят 143,5 кг, что бибон поднял меня над головой одной рукой. То есть он именно поднимал камень, скорее всего, если восстановить этот подъём на ладони. Я, честно, много-много уже лет прозанимавшись, понимаю, что это очень высокий результат, но он не фантастический, то есть для современных стронгов, в принципе, реально. То есть он, скорее всего, закатывал или поднимал стойку двумя руками, потом перекладывал на ладонь, дальше осуществлял толчок одной рукой, именно на ладони. Ну, а мой результат намного скромнее. В жиме камня это 72,5 кг, я достиг результат именно на ладони. Вот на вот этом вот камне. Вот этот конкретный камень, 72,5 кг, в этом году я пытался пожать камень близко к 80 кг, есть у меня камень 78-76, но пока, к сожалению, не получилось. Ну, думаю, что ещё есть у меня время, чтобы осуществить эти свои намерения. Ну, с гирями моё первое приобретение было, потом уже будет показать, это первые две гири по 60 кг, тяжёлые гири. Вот с этого момента я и начал тренироваться. Сейчас пройдём, так сказать, куда, где я тренируюсь уже в холодное время суток. Ну, это, так сказать, предбанник, не основное место. Я сравнительно недавно его выделил, поскольку снарядов стало больше и стал более разнообразным. Понадобилось дополнительное место. Часть снарядов я перенёс сюда. Пройдём сразу в основное место. Здесь и проходят все мои тренировки. Место, где я тренируюсь, поменял доски под низом, это в этом году. Ну, и постелил лист железа 5-миллиметровый, именно вот где-то вон 2 на 2. То есть вот это вот получается типа скрытого помоста. И возвращаясь к гирям, вот эти вот гири, самоделки 2 по 60 кг, это мои самые-самые первые гири. Основной мой снаряд, самое продолжительное время, тяжёлые гири. И с ними я очень-очень долго тренировался. Цилиндрическая гиря 50-килограммовая. Тоже очень эффективна. Это залитый свинцом. 2 гири по 47 кг. Царская гиря. У меня к ним особенная любовь. Царским гирям она весила 32 кг. С учётом этого приваренного диска, опять же, для того, чтобы добавлять вес, сейчас она весит 34 кг. Сразу можно перейти к квадратным гирям. Очень эффективный снаряд, тренировочный снаряд для развития силы. И вот эти вот 2 гири, они тоже квадратные, старинные гири по 2 пуда. Это ещё при царское время изготавливались. Ну, основной момент, то, что у них примечательное, это подъёмы вот таких вот двух гирь, сложенные вместе. То есть, вот этот вот подъём, вот, он очень эффективный и для хвата. Я считаю, это одно из лучших упражнений для хвата и для силы. Вот, нестандартная нагрузка, что я упоминал. Тоже очень интересно. Изломанные гири. Я приварил вот такую ручку. Здесь у меня гайка, как я уже показывал. И добавил вес. Сейчас это весит около 30 килограмм. Очень эффективно для подъёмов. Вот, интересная гиря. То есть, сюда можно взевать блины и тем самым увеличивать вес. А здесь вот, как гири-гантель. Здесь можно как гантель увеличивать вес. А снизу, именно как гиря. Опять же, вот этот вот гиря-гантель. Достаточно часто использую. Опять гантель. Сделал с толстым грифом для развития хвата. А вот эти вот все приблуды для развития хвата. То есть, вот такие вот бруски. Хватом я особо не занимаюсь. За исключением щипового хвата. Конус пенделя. Вот так его отрывать. Это сколько весит? 22 килограмма. А это призма пенделя. Ну, в принципе. Сейчас попробуем поднять. И опять что-то. Андрей, что в твоем присутствии всё поднимается? И без разминки странно. Ну, наверное, это хорошо. Хорошо. Гиря дизайна Александра Королевского. Сейчас она пустая. Я считаю, что это, наверное, лучшая гиря. А вот что вообще отличает обычную гирю от действительно хорошей? Для меня важно, чтобы был достаточно высокий просов. Широкий просов. Для того, чтобы удобно было делать упражнения. Высота просова, ширина просова. Толщина дужки. Вот это вот основные параметры. Чтобы дужка была гладкая, ровная. Без всяких там замятин. Бывают искривленные дужки, съехавшие. Вот это вот надо избегать. Редкие гири. Про них побольше рассказать. Вот это вот гиря. Это подарок Алексея Ловчего. Очень древняя гиря. Оланецкая. Оланецких заводов. Это гиря 1800-1820 года. То есть ей, не знаю, видно или нет. Ей получается 200 лет. Вот это вот гиря просто очень старая. 1933 года. 1833 года. Царская. Родоначальница спортивных гирь. Как известно, изначально гири были весовые. Использовались для взвешивания различных грузов. Потом уже эти весовые гири стали использовать для тренировок. То есть иногда можно в интернете или где-нибудь пищать и увидеть чушь, что якобы там пушкари стали приваривать дужки гирям и использовать для тренировок. На самом деле это ерунда. Никто это не будет делать. Не стал бы делать. Мне с одной стороны 2П написано, как на царских гирях. А с другой стороны написано для спорта. То есть это уже не весовая гиря для взвешивания пшена, муки и прочих товаров. А именно для тренировок. Ну и вот эта гиря очень древняя. Она, скорее всего, да не скорее всего, она наверняка была до 1800 года. То есть она была сделана до указа Павла I о том, что надо выпускать зверические гири. Именно для уменьшения их износа. Она редко тем, что у нее очень толстая дужка обычная. Такие гири тонкая дужка. И вот очень интересная. Это легкие гири разминочные по 24 килограмма. Вот и тут сборная гири Ульяновского завода. 16, 24, 32. Я, в общем-то, и сделал сам. Квадратные гири. Опять же можно увеличивать вес. Шпильку сюда вставляешь. И можно увеличивать вес, какой за благорассудец. Грифы разные. Вот и тут толстые грифы. Иногда использую как штанга. Для развития хвата. Вот есть 45 миллиметров. Вот этот у меня гриф. Я уже даже забыл. 55 миллиметров. И вот этот 70 миллиметров. Это вот самодельный саксом бар. 80 миллиметров. Опять же он для развития хвата. Гири это сложно назвать. Но назовем снаряд. Для... Попробую поднять. Снаряд для... Для развития потолка не хватает. К сожалению. Для развития силы хвата. И жима на Попа. Очень интересны. Эти вот два снаряда. Это так называемая бабка Лукина. Она была изготовлена по идее. И наметком Андрея Смольникова. Большого энтузиаста. Всякого рода подъемов гири. Вес у нее 57 600. Именно очень удобный в подъеме. Длинный, высокий. Но вот эти размеры именно у нее такие были. А это я уже сделал современный вариант. С возможностью менять толщину. Вот это вот интересно. Я специально повесил гирю. Тренировать до жиды. На Попа. В сидячем варианте. Ставлю вот лавочку или табуретку. Сажусь. Именно вот финальную часть движения. Тренирую. Весит 42. По-моему 42 500. Самодельная гиря. Она насыпная. Сделанная из пропанового баллона. Это наковальня. Весом 68 килограмм. Для меня это своеобразный тест. Каждую весну я прохожу на улицу. Жму это наковальня на разы. Обычно я ее жму. Но лучший результат у меня 3 раза. Или 4 раза. Здесь у меня сборная гиря 120 килограмм. Я делаю на ней полуприседы. Силу ряда причин. Но травмированное колено. Глубокий присед у меня не получается. И вообще с ногами проблемы. А вот интересная гиря Немка. У нее есть сквозное отверстие. Она отличается от царских гирь. Что у нее есть сквозное отверстие. Я вставил шпильку. И два шарана не одел. И тем самым повторил. Так называемую связку Лукина. Я накручиваю тренажер. Это стойки. Можно делать тягу. Жибрежа раньше делал. Это именно для силы предплечья. Да. Да. Вот так накручиваем. Это вот рельс. Опять же можно прибавлять вес. Вот это вот опять же цепь. Корабельная цепь. Очень эффективный снаряд. Использую для жима. Подвешиваю. И использую гири. Гири лют. Если кратко, то вроде бы и все. Сколько лет получается вы собирали все эти экземпляры? Ну, я думаю, что это около 15-20 лет постепенно. Что касается гирь, это лишь часть огромной коллекции Вадима. Он отличный рассказчик и настоящий знаток своего дела. Но формат современного ютюба предусматривает определенную динамику. И потому мы идем дальше. Но если среди моих зрителей есть истинные фанаты гиревого спорта, я могу опубликовать часть материала о гирях полностью на своем втором канале. Если будет интересно, дайте знать в комментариях. И тогда ссылку на видео после его публикации я оставлю в закрепленном комментарии. Вадим тренируется по системе силачей не старой школы, как меня поправили, а старого университета. В наши дни молодое поколение также обращается к движениям старых дней. И потому мой вопрос очевиден. Что Вадим Ищейкин думает о современной трактовке достижений героев прошлого? Не очень нравится. Естественно, я... Сейчас меня начнут кидать дерьмом, какашками и прочим. Не совсем, на мой взгляд, это соответствует канонам старой школы. Ну, такое слово есть. Каноны, каноничность. Сейчас получило такое распространение, ну, как я называю, это халтурные подъемы. Сейчас вообще очень гиревая тематика. И вот это вот, и обращение к тематике старых силачей старого времени, оно модный тренд, и очень много тех, которые эту тему эксплуатируют. Сейчас народ в погоне за популярностью пытается как-то там ускорить свой прогресс. Но за счет чего ускоряет? Вместо того, чтобы тренироваться, там, поднимают, ну, скажем так, с отступления от правил. То есть различного рода уловки, халтурные подъемы, как называют. Ну, например, это яркий пример. Подъемы делает там не с груди, как надо делать, а с дельты. Вот. Вместо жима использует помощь ногами. Разумеется, сейчас мне скажут наверняка, что вот старый пень там сам, в общем-то, поднимает с нарушениями, а тут за молодых там не радуется, не похвалит, а только это завидует, сидит. Поэтому говорит, да, я тоже, когда у меня начинаются тяжелые веса, я совсем не эталон для правильности подъемов. Естественно, там, в том же жиме начинаю помогать ногой, там, есть такое, я не эталон. Я, в общем-то, как и все, но тем не менее. Но у меня, опять же, в том же жиме есть определенные преимущества. Я жму сидя 80 килограмм, закидываю стойку и жму сидя 80 килограмм. То есть там помощь ног исключена. То есть у меня вот эта разница между жимом сидя и живым стоя, она, в общем-то, очень невелика. Десятилетие тренировок и около 15 лет коллекционирования. Вадим Ищейкин кладезь знаний и историй, но также до сих пор очень сильный атлет. Пришло время для тренировки. Нас, к слову, трое. Здесь же Андрей Смольников, организатор турниров, обладатель семи мировых рекордов в гиревом спорте и историк-любитель. Тут должна быть своя техника безопасности, да? Нет, тут дунышко неровное. Сейчас попробую поменять. Подъем выглядит довольно опасно. Андрей согласен и делится своим случаем серьезной травмы. Вот ветвочек, да? И вот так, вовне на ногу. Вот сюда. На левую, да. То есть вот она с 2,70. Вот так. Прилетела вот сюда. Да, я стал на асфальте, в борцовках и ее немного раскрочил. Надо понимать, не немного, а много, да? Да. Оперировали, да? По сути, собирали по частям, наверное, да? Не, ну там пальцы собирали. И вот в этой стороне кожу разорвало. И вот здесь сшивали, получается. Там много сшили. Что подъем опасный достаточно. Кто будет выполнять, чтобы эти риски... Вадим, грубо говоря, сейчас вот своим примером информировать согласие, да? Что человек это вот и поднимает, понимает, что если на голову прилетит, то вообще будет нехорошо. Попробую целевой подъем на сегодня. 33 кг и 2 пуда. Общий вес 63 кг. И еще раз, в этом движении какой у вас рекорд? Личный рекорд 70 кг. 70 кг, да? А сидя 65-700 кг. Да, это не официально говорил. И с этим сегодня надо будет превысить. Да, вот сейчас мы посмотрим, как пойдет 63 кг. Попробуем что-нибудь изобразить. В чем разница, да? Подъем на ПП, сидя и стоя, да? Сидя и стоя, да? То есть стоя, если человек умеет хорошо держать баланс гири, да, и с координированностью, у него все в порядке, он даже может толкать гирю стоя. То есть ему не нужно так много жимовой силы. То есть он может подать ногами, может сделать движение корпусом. Сейчас, чтобы не свалить. Веса не хватает, высоты не хватает. То есть он может вот такое движение сделать. Видно, да, на ногах у меня? Вбок. Да? То есть он может вот так сделать, да? А сидя, ему это уже не удастся. Сидя нужно сесть, ногами не сработаешь. То есть очень нужен причевой пояс мощный, чтобы взять это дело и чисто пожарить. Это вот основная сеть. Поэтому Вадима 65 у тебя, Вадим, будучи здесь, да? 65-700. 65-700 – это колоссальный результат. Сидя. Ну, нормально. Пожму. Может, не стоит мне размениваться? Попробую. Два пуда и два пуда. Это будет более, так сказать... Вадим, кажется, раздосадован. Сил у него на троих, но упражнение пока не идет. Такое упражнение, что каждый... каждый 100 грамм уже решает. «Попробуем еще». «Попробуем еще». Три гири одной рукой на количество. На максимум не пойду, наверное, сегодня. Но пожму в зависимости от своего состояния. Оно в мое состояние выяснится, когда я буду разминаться с этой... для этого движения. На каждое движение отдельно делаю разминку. В зависимости от того, как пойдет эта разминка, я останавливаюсь, пожму либо две гири по 32, 64 килограмма на разы, либо три гири общим весом 72 килограмма на разы. Ну, личный рекорд у меня три раза 72 килограмма, а 64 килограмма три гири, я, честно говоря, не помню. То ли пять, то ли шесть раз. Вот это вот первый разминочный вес. Тут сколько? Две по 16. Разумеется, я тренирую левую руку. Она сейчас просто травмирована. Вот. Веса легче. Намного закачиваю. То есть левую руку я тоже буду сейчас тренировать. сейчас сколько вы говорите тут? 24-16. Следующий мы уже перейдем на три гири. В своей огромной мощной кисти Вадим Геннадьевич удерживает уже три гири. Пока что каждая по 16 кило. И все же как легко он поднимает эти 48 килограммов. Но вес несерьезный, говорит он. Судить рано. На очереди 56 килограммов. Это у нас будет контрольная точка. Я уже по этому весу определю куда дальше двигаться. Дальше вес увеличивать либо на этом весе останемся или что-нибудь другое будем делать. в зависимости от того как пойдет. Недалеко. Вроде Вот мы на самом деле акцент на этом не делаем но суть-то в том что вы все еще можете поднять над головой больше килограммов чем вам лет. Это серьезный показатель большая часть людей на это не способна. Ну да это так Главное и дальше такую тенденцию держать по возможности Спасибо будем стараться Ну надо было чуток подготовиться Андрей Я может попробовал 85 пожать но для этого мне еще надо месяц два наверное наработать я пожал бы одной гирей 85 что сейчас в ближайших планах стоит до нового года Ну значит это повод еще приехать Да добро пожаловать Счет 4 32 16 16 И как прошло по ощущению Да более менее попробуем попробуем наверное 72 сделано разы личный рекорд был три раза Ну сейчас посмотрим общий вес 72 32 24 16 Ну попробуем посмотрим что получится с Вламывать сильно с непривычки. Вот так рука загоняется. Следующая. Вот так. Вот. Максимум. И это прижимается здесь. Вот. Вот так. И попробуем. Свет в тренировочной зоне падает в глаза, словно на настоящем помосте. По ощущениям, полная имитация соревнований и такое же напряжение. Всего лишь два. Но это уже после целой тренировки. Ну вот, Андрей, все равно мало. Рекорд поднятий на разы поставить сегодня тоже не получилось. Но Вадим не сдается. Решает ставить личный рекорд в разовом подъеме трех гирь одной рукой. Сейчас 76. Это 36. 26, 24, 16. Потом взвесим. 76 килограммов. И тут дело не только в значительном общем весе. Удержать пальцами все три дужки тяжелых гирь во время подъема – задача не из легких. Нет. Т Chungа. Таган. Танциал. Транциал. Танциал. Танциал. это какой вес сейчас был 76 сейчас вот эти две 60 300 16 76 300 личный рекорд как настоящий спортсмен и щейкин одновременно доволен подходом и сомневается может стоило взять еще больше вес дай бог всем такого спортивного долголетия что 58 до продолжать ставить личные рекорды ну это высокий результат то есть я с тремя гирями выше результата не видел я могу предположить что если кто-то из жимовиков типа игоря педана александр клюшева приноровятся гири выставлять руки они могут сделать и 80 могут сделать ну педа на всем случае потому что педан жал достаточно строго гири 80 с половиной килограмм одной рукой достаточно строго наверное да вадим самый лучший жим у педана играет 80 килограмм поэтому жимовики могут тут важно еще немаловажный момент я сам их взял стойку конечно а если кто-то берет ему дают это совсем другое дело то есть иногда бывает так что с чьей-то помощью ставишь это немножко немного другая разница при должной подготовке люди которые обладают сильным причем и поясом верхней конечно сильные могут и могут терпеть потому что тут нам терпеть да да тут перед переразгибание происходит да очень заказом суставе спортивное долголетие щейкина впечатляет я спросил его возможно есть какие-то секреты которые помогут молодым атлетам несколько моментов основных основной момент то что я не применял никакой химии никогда я занимался легкой атлетики не впоследствии и не планирую потому что химия я имею ввиду тяжелый химия стероиды и там прочее кто бы что ни говорил она отрицательно влияет на здоровье то есть тут достаточно посмотреть на просто на количество смертей мне конечно скажут что от стероидов я часто это слышу что от самих стероидов никто не умирал да стероидов может быть никто не умирал умирали от последствий приема стероидов вред для организма как ни крути на восстановление нужны какие-то деньги деньги в общем-то немало и не всех они есть то есть у кого нет денег кто-то не восстановится после этого соответственно уже для организма вред но и второй немаловажный момент это то что вы с помощью стероидов или химии вы просто подстегиваете свой организм на какие-то другие задачи к чему еще организм не готов по своей сути туда появляется как минимум травм какие-то нарушения то есть вот это вот я не применял у меня такого не было вообще я стараюсь избегать перенапрягов то есть я никогда не тренировался никогда не буду врать было мне были отказные случаи были я терял сознание пару раз на тренировках и по молодости но в какой-то момент и это бросил отказные тренировки я тренируюсь очень тяжело очень плотно но я никогда не перехожу через себя то есть я никогда не делаю отказ и никому этого не советую потому что это нельзя организм свой насиловать и тех же результатов можно в общем-то добиться и не применяя такому сильным и тяжелым и я бы сказал вредному средству как отказ третий момент это постоянности постепенность нагрузки то есть вы должны тренироваться постоянно планомерно и нагрузку надо необходимо повышать если не повышается не получается повышать ее в килограммах ее можно повысить интенсивность там добавить лишние повторы добавить лишний подход если сразу не идет килограммах сократить время отдыха ну нагрузку надо постоянно повышать и новую повышать ее надо в общем-то каждый раз вот слушать свой организм то есть нельзя нельзя заходить за грань перенапрягаться у меня принцип такой что я в общем-то постоянно использую пытаюсь разнообразить нагрузки тот же жим гирь ну нашем случае жим гирь вы можете жать но не обязательно можно жать гири штангу камни гантели то есть это уже разные вещи гири можно жать тоже по-разному можно гирю жать на попаста бар на ладони боковым хватом можно жать синий можно жать по переменам можно жать пар можно жать по очереди то есть я отмечаю свои какие-то личные рекорды в разных движениях у них там не знаю больше двухсот он то есть это во первых разные движения рывок все эти стойку различные родные отношения жимы там разные исполнения разные хваты разный этот и каждый раз я стараюсь когда у меня следующая тренировка когда я по кругу все это прохожу я уже как бы его по-новому воспринимают по свежему общая рекомендация не обязательно к возрасту надо обязательно вести дневник в дневнике отмечать нагрузки как выросли какие результаты помечать обязательно надо ставить цели потому что без цели бессмысленно становится сама тренировку но свои какие-то цели установлены а к новому году там пожать два пуда на 10 раз на папа хорошая цель одно из моих любимых движений тоже им гири на ладони мы достаточно сложная то есть нужно поставить гирю на ладонь и осуществить жим и дальше это какой вес был трипуда царская трехпудовка трипуда это просто показать здесь очень сложно отклониться поддать ногами приближенных строгому жиму по сложности исполнения он немного проще чем же на папа ну по моей практике где-то разница килограмма 45 то есть жим на попал словом говоря столько то на ладони вы пожмете килограмма на четыре на пять больше можно больше конечно в это обновить вадим продолжает демонстрировать свой арсенал движений конечно это лишь небольшая часть гораздо больше упражнений и личных рекордов он показал на своем youtube канале свое первое видео на канал он загрузил еще в 2009 году 12 лет назад для сравнения мой то проект существует немало но вадим начал публиковать свои видео на 4 года раньше меня тогда youtube был совершенно другой платформой без массового зрителя без погони за просмотрами больших денег и серьезного продакшен и спустя 12 лет наш герой все так же делится тренировочным процессом с подписчиками за эти годы он загрузил на канал более 900 видео согласитесь это лучший пример мотивации любви и верности своему делу дисциплины и спортивного долголетия его подъемы может не так зрелищны как рекорды современных медиазвезд но каждый из них результат огромного опыта долгих лет работы и впечатляющей силы до 2009 году в январе насколько это 11 лет получается начал с того что выкладывал свои какие-то достижения лучше потом постепенно со временем пытался выкладывать какие-то обучающие видео но немного потом начал делать обзоры тех гирь которые мне попадались на моем пути который у меня есть то есть да есть своя аудитория постоянной которые ходят смотрят комментирует как я уже говорил я стараюсь заниматься со старинными гелями то есть я использую двухпудовые гели получается больше чем 32 трехпудовую гирю мне просто интересно поднимать интересно устанавливать какие-то свои личные рекорды не обязательно выставляю на показ ну что-то выставляю здесь что-то нет есть вот такой интерес это просто уже моя жизнь эта встреча была очень важной для меня я действительно рад что мне получилось отснять и опубликовать для вас этот материал фанатов гиревого спорта возможно не так много но в принципе пример история вадима ищейкина я уверен могут быть полезны для многих ну и конечно поддержите это видео для того чтобы продвинуть его на ютюбе поставьте лайк напишите один или несколько комментариев тем более что есть что обсудить как вам залы вадима во дворе и домашний зал как вам его силовые как вам его тренировочные методы и принципы которых он придерживается но и конечно как вам его огромная коллекция гири снарядов ну и также подписывайтесь на мой канал и конечно на канал вадима ищейкин ссылку на него я оставлю в описании ну и кто хочет продолжение дайте знать в комментариях большое спасибо вадиму и андрею за то что получилось отснять это видео и спасибо вам за то что смотрели этот выпуск с вами как всегда был андрей луценко не прощаюсь